Привет, ребята! Это Алена. Вы на моем канале. Сегодня говорим про здоровье во все времена. Очень-очень много моментов, которые влияют на состояние, которое вы испытываете. Очень важно быть полноценно здоровым. Не частично, а полноценно. И здесь мы занимаемся профилактикой. Никаких супер серьезных моментов нет. Сегодня говорим о мейнстримах, так называемых, которые идут везде. Ешьте меньше жирного, употребляйте меньше соли, пейте воду прям по 2 литра в сутки, ешьте постный белок. И я хочу сказать, что это все сильный стресс. Почему? Когда мы едим, например, постный белок, у нас повышается инсулин больше, чем когда мы едим жирный белок. И тогда нам просто нужно ограничить углеводы, а не искать другой белок. Употребляйте растительные масла, соевое, хлопковое, рапсовое. Как раз-таки они провоцируют инсулин резистентность и воспаление. Я рекомендую всегда использовать кокосовое, сливочное. Это совсем другое. Худейте, чтобы быть здоровым. Вообще-то это бред. Вы можете быть худым и больным. Есть совет получше. Сначала станьте здоровым, а потом похудейте. Какая разница, что вы едите, главное суточная потребность в калориях. Количество калорий это не то, как хочет чувствовать себя ваше тело. Перейдя на здоровое питание, ваше тело будет совершенно по-другому себя чувствовать. Ешьте маленькими порциями 6-8 раз в день, главное не переедать. Это худший совет, который я слышала, потому что вы стимулируете инсулин при каждом моменте, когда попадает что-то в рот. Соответственно, обязательно встали и позавтракали. Обязательно. Вот прям-таки вместо того, чтобы снижать калории, сократите количество приемов пищи и не перекусывайте. Это более здоровый совет. И вот обязательно-обязательно не отказывайтесь от еды. Бред собачий. У вашего организма столько запаса глюкозы, что он просто будет в шоке. Не все диеты подходят для всех. Но это тоже бред. Я считаю, что во многих случаях многие просто не хотят разбираться, что такое инсулин-резистентность, инсулин. И, соответственно, если они не на здоровой палео-диете, то, соответственно, они так и будут думать, что они что-то там профилактируют. Но есть еще и среда. У меня было такое, что продукты из супермаркета, продукты из магазина, они создали очень большие проблемы в организме. Это правда, потому что были гормональные истории. И мы знаем, что это не домашние продукты. Тренируйтесь и спите хорошо. Это хороший совет. Он поможет вам снизить стресс. Тренировки и сон снижают сильно стресс для вашего организма, который может быть от среды. И иногда вы даже не знаете, от чего он происходит. Напишите, что думаете. Я с радостью отвечу. Запись ко мне в консультации открыта на уже ноябрь. Кто хочет, я жду консультанта по психическому и физическому здоровью.